В 1904 году в Нью-Йорке на 5-й авеню Полковник Джон Джейкоб Эстер, сын Каролины Эстер Открыл свой первый отель в сети Сент-Рэджис В этом отеле вы не гость Вы Луминариус, избранный Друзья, добро пожаловать в Сент-Рэджис Молвис Вас приветствует Батлер сразу в лаунже Он показывает это видео Приветствует Батлера Нас фотографируют, отправляют Батлеру, чтобы когда вы приехали, он вас уже знал в лицо Кстати, тут не как в стандартных лаунжах, когда есть отдельно шведская линия И вы можете там подойти что-то взять Здесь вам дают меню Причем меню на разных языках И вы выбираете себе напитки Фреши, водичка, кола, чаи разные, холодные чаи, кофе И на этой странице вы выбираете десерты В 1904 году полковник Джон Джейкоб Астер IV, сын Каролины Астер В Нью-Йорке на 5-й авеню открыл первый Сент-Рэджис И этот отель сразу привлек такое общее внимание Этот отель был высокого уровня по люксу Там были определенные свои фишечки Я не зря называю эти имена В этом отеле есть категории номеров Именно названы в честь Джона Джейкоба Астера и его мамы Каролины Отель уже больше 100 лет И он весь пропитан мифами, легендами, историями Я в процессе обзора буду кое-какие фишки, кое-какие легенды и мифы Тоже рассказывать вам Вилла у нас 314 Велосипеды сразу закреплены за вашей виллой Высокие потолки нас ждут, судя по внешнему виду Не всегда такой вход на Мальдивах встретишь Чтобы куда-то подниматься надо было Номер у нас категории бичпул вилла Мы уже так немного разбросали вещи Вначале покажу вам общий план Ну вот это, конечно, просто Это убийственная картинка Когда, вот смотрите, вы лежите здесь Вы просыпаетесь, вы засыпаете Я уже в похожих отелях был, когда Такое ощущение, что ты на океане просто спишь Просыпаешься здесь И с таким кайфом выходишь на террасу Прыгаешь в бассейн Бассейн глубиной метр двадцать пять Средний по мальдивским меркам Сразу давайте пляж отсюда посмотрим Я вижу здесь волнорезы По бокам не сказать, что прям супер приватно Вон соседние виллы Такой заборчик немного просвечивается Пляж мы еще позже будем исследовать Походим везде, все обойду Вообще здесь остров А виллы красивые Очень красивые Приятные, дорогие материалы Видно даже вот эти двери, как они ходят Комплимент по заезду Очень красивая подача Также еще комплимент Шампанское Луи Дюмон брют Вот здесь можно установить одно дубместо Потом еще одно дубместо сюда поставить Вот важный тоже момент Вот этот планшет Здесь вообще все Полностью концепция отеля Карта отеля Управление виллой Все здесь Освещение, закрытие штор Еда, там прайс на мини-бар Спа Тут все, реально все Чуть позже тоже по нему пройдемся поподробнее Рабочая зона Вот эти снеки Это платно Это тоже платно Это платно Винный холодильник Водичка комплиментарна Кофе, чай Тоже комплиментарно Можно пользоваться Каждый день пополняется Мини-бар платный Ну и этот, соответственно, тоже мини-бар платный Здесь сейф Какой большой сейф И переходим в ванную комнату Смотрите, какая мощная дверь Раковина Гардероб Туалет За стеклом И здесь еще одна зона гардероба Здесь уже находится душ Друзья, сейчас покажу прикол Мы заселяемся с коллегой Да, с Женей Батлер Может быть, хотел нам сюрприз сделать Приготовил ванну Мы долго смеялись над этим Не знаю, что он подумал Все такие детали Все очень тактильное Из качественных материалов Сделано Приятно очень Друзья, в этой паузе хочу напомнить Что вы всегда можете обратиться к нам За бронированием отеля Или целиком пакетного тура с авиаперелетом У нас прямые контракты с туроператорами Прямая связь с представителями отелей С дженерал-менеджерами С сейлс-менеджерами Общаемся вплоть до батлеров Чтобы оперативно узнать Где какая ситуация по виллам Где какие спецпредложения Где-то может апгрейд виллы можем сделать Где-то апгрейд питания Всегда стараемся для наших туристов сделать по максимуму Бронирование возможно с любой точки Российской Федерации Все по договору Оплачиваете по счету Чек получаете на электронную почту Если проживаете за границей А у нас таких туристов тоже много Тоже не проблема Выставляем вам счет сразу Либо на отель Либо на принимающую сторону И вы оплачиваете своей зарубежной картой Друзья, но если пока не планируете путешествовать Подписывайтесь на наш YouTube канал Записывайте полезный контакт В любом случае вы, ваши друзья или родственники Будете в этой жизни путешествовать Я с удовольствием вас проконсультирую Рассчитаю и забронирую вам тур Подписывайтесь также на Instagram канал Самая оперативная информация По горящим турам Спецпредложениям Как мы живем Где мы отдыхаем Где мы путешествуем Все оперативно публикуем именно в Instagram Ну а сейчас продолжим просмотр Я уже предварительно так понял Что нам с виллой даже повезло В том плане, что у нас более-менее хороший вход Песок отличный Просто шикарнейший Рассыпчатый Белый Коралловая крошечка чуть присутствует Видите, вот такие коралловые обломки есть Но обувь не нужна специальная Потому что песок мягкий Нога утопает Даже если вы наступаете на коралловую крошку Она все равно утопает Но глубина, я вам скажу Тут, можно сказать, что резкая Несмотря на то, что волнорез в нашей бухте Буквально 7 метров и все И глубоко Вот наши соседи, тоже коллеги На 315 вилле Здесь вот такая ситуация по входу Вилла 308 И здесь такой резкий вход вниз Я сейчас не буду весь остров обходить У нас сейчас скоро коктейль С представителями отеля Позже, наверное, завтра уже обойду весь остров Отмечу себе, где какие виллы с каким входом Но видно, что тут, конечно, не все идеально с пляжем И в целом я это знал Нужно было своими глазами посмотреть Мы на обед не успели Попросили принести на виллу Чуть-чуть заказали себе, можно сказать, перекусить перед ужином Красиво все очень выглядит И запах шикарный Смотрите, какая красота Черная икра Блинчики Я так понял, что это что-то типа тартара из лосося И салат с креветками Какой-то тоже салат И спагетти с морепродуктами Ну и вид шикарнейший, конечно Сразу чувствуется Люкс По этим спагетти Это спагетти с морепродуктами Но здесь, допустим, не креветки, да? А здесь лобстер А здесь не мидии, а какие-то моллюски То есть ингредиенты уже более дорогие И, конечно же, очень вкусно У нас сегодня вечеринка коктейльная С руководством отеля На пляже Эта зона называется Краснэнд Крафтс Насколько я знаю В общем, возле главного бассейна Возле бара Атмосферка просто огонь У нас сегодня проходит в основном ресторане Альба В системе а-ля карт Закуска Аперитивы Стартеры Они же главные блюда И десерт У нас такой шеринг Мы будем пробовать все То есть нам просто в стол кладут все позиции Тартары с тунца Лобстер С авокадо С зелеными помидорами Краб Один из самых больших винных погребов на Мальдивах Ходит в тройку Около двух тысяч бутылок вина Более 800 видов вина В том числе есть премиальные Естественно, тут есть дегустации Друзья, самая старая бутылка вина на Мальдивах 1795 год Около 30 тысяч долларов стоит Самая дорогая бутылка вина Здесь 49999 долларов Плюс-плюс налоги Настолько красивая подача и сами блюда Что даже сами повара фотографируют Ну реально, подача, атмосфера Можно посидеть, кстати, как внутри Мы сидим внутри под кондиционером Также можно и снаружи посидеть на свежем воздухе Конечно, тепло, атмосфера чуть другая Мясо просто мягчайшее Шикарно Немножко покажу вам Как на улице посадка выглядит Такая красота здесь Атмосфера просто огонь Нам уже принесли десерты Тут уже подготовка номера ко сну сделана У нас тут кровать принесли, мы попросили Принесли еще Смотрите Тарелочка фруктов Дизайн, подсветка Это, конечно, прям Очень красиво, дорого Ну, прям Круто выглядит Все, друзья, спокойной ночи Завтра будет насыщенный день Будем изучать остров Программа насыщенная Поэтому до завтра Всем доброе мальдивское утро Вчера вечером у нас был ужин с представителем отеля С руководством отеля Вначале была коктейльная вечеринка Там был управляющий отеля General Manager Потом мы с директором по маркетингу ужинали Он рассказывал про сеть отелей Про конкретно этот отель В отелях сети Сент-Реджес Нет понятия гость Или турист Есть понятие люминарий Если перевести дословно на русский Это как светило Свет, светлячок Где-то даже перевод Но в целом Небуквальный перевод Как избранный считается И вот мама Джона Джейкоба Астера Каролина Астер Она устраивала самые громкие вечеринки в Нью-Йорке И на этих вечеринках Если она подходила к какому-то человеку И до него докасалась вот так вот То значит он был приглашен в отель Сент-Реджес И он считался избранным Посвященным Значит он добился Какого-то успеха Не только добился успеха В том плане, что финансового успеха Но и в целом Сент-Реджес это такая своя философия Поэтому если вы гость Сент-Реджеса То вы не гость Вы луминарий Вы человек избранный Завтрак проходит в основном ресторане Альба Где мы вчера ужинали Вы можете заказать основные блюда по меню И частично есть буфет Вот такое меню вам приносят Салаты выбираете Основные блюда И десерты Посмотрим, что у нас в буфете Здесь зона бара Освежающие напитки Тонизирующие Фрукты Выкладка шикарная Здесь можно вот блинчик приготовить Ну всякие закусочки Лепешки Это индийская кухня Так Вон здесь еще Колбасы Сыры Хамон В общем все есть, друзья Так подробно не буду На каких-то деталях останавливаться Вообще можете все, что там есть на шведской линии На буфете заказать И вам принесут сюда Чтобы не бегать Батлер постоянно на связи с вами Он утром пишет good morning Потом на завтраке подходит Интересуется, как дела Ну и вот сейчас приехал за нами Друзья, у нас сейчас такая интересная процедура Мы будем сажать кораллы Такие маленькие живые baby кораллы Которые мы будем привязывать к сетке Вот такая сеточка И в любой момент, когда мы вернемся в этот резорт Мы сможем сплавать и посмотреть, как вырос наш коралл При этом каждые полгода морской биолог вам на электронную почту будет отправлять фотографии, как растут ваши кораллы Ребята еще дорабатывают Раз, два, три Вначале коралловая сетка вот эта высаживается вот сюда Буквально тут рядом с берегом И после того, как кораллы адаптируются Их уже на глубину отвозят И там они уже продолжают дальнейший рост Выдвигаемся на снорклинг Будем смотреть домашний риф Этот план вообще уже подstone Я спрашиваю Снеги Диа Вступ jug Подписывай Снеги 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Скажу так, риф просто бомбический, просто самый, самый, самый такой яркий, который я вообще видел. Для Мальдив это просто хотелось все снимать, снимать и снимать, но это нужно вживую видеть, вживую намного красивее. Прям много разных рыбок, красивый риф именно, яркий, там какие-то существа вообще неведомые, прям как живые кораллы, видно как они дышат, шевелятся. Ну в общем, надо видеть, это непередомаемые. Буквально вот 30 метров вы вдоль рифа плывете просто сюда. Я сейчас в номере, хочу еще раз на детали обратить внимание, потому что в таких отелях именно детали решают. Как все красиво оформлено, красивая подача, это во всем. Хоть вам комплимент номер принесли, хоть вы на завтраках, на ужинах. Полотенца St. Regis фирменные, причем их много, здесь два, там два. Это все пляжные полотенца. Номер прям и эстетичный, и красивый, и дизайн классный. Материалы, вот это дерево такое приятное. Ну ванна, само собой, тут тоже. Просто глаз цепляется везде, все хочется рассматривать, и все очень красиво. Мраморная эта поверхность у раковины, она так круто смотрится вечером. Бутылочки тоже St. Regis, все круто, все четко. Система «Умный дом» на этом планшете. Можно температуру выставлять любую. Освещение также вы выбираете. Телевизор, развлечение. Тут через Bluetooth можно телефон свой подключить, YouTube подключить к телевизору. Вот это телевизор. Нажимаем вот сюда. Он выдвигается. Кайф. А теперь выключаю. Смотрите. И обратно он к стенке. Реально же прикольно. Также здесь можно посмотреть рестораны, заказать еду в номер, цены посмотреть в ресторанах, винную карту посмотреть, мини-бар посмотреть. Ну вот, к примеру, водичка 10 долларов, вода перее. Кока-кола по 7 долларов, пиво 13 долларов. В целом приемлемые цены. Спа. Можно записаться, посмотреть, какие программы есть. Мне нравится больше вот это. Очень эффектное управление номером. Освещение прикольно регулировать. Занавески. Спальня. Закрыть. Оно даже закрывается красиво. У меня есть такая традиция. Я во всех резортах обхожу остров. Смотрю, где какой вход, где какая приватность, какие-то нюансы по виллам. Я понимаю, что в этом отеле есть нюансы по входу, по пляжу, по волнорезам. Но я абсолютно точно понимаю и хочу до вас донести, что те, кто отдыхают в Сент-Риджес, им это не главное. Тут не в этом фишка. Совсем про другой отель. В первую очередь про престиж, сервис. Как я уже сказал, ты тут не гость, ты тут в Луминари, избранный. Высочайшего уровня питания, подача, про внимание к мелочам, про заботу о природе. Мы сегодня высаживали кораллы. Это такая отдельная философия. Я не скажу, что она есть только в Сент-Риджесе. Но здесь ты понимаешь, что ты максимально дружишь с природой. И если где-то подмыло берег, если где-то видны волнорезы, ну это природа. С этим ничего не поделаешь. А с тем, что можно поделать, с шикарным дизайном, с шикарной архитектурой. Кстати, дизайн разрабатывала сингапурская компания. Wow Architect называется. И дизайн реально поражает. Даже взять причал, куда мы приводнились на гидросамолете. Казалось бы, да, куб. Но так он красиво сделан, как экран, грубо говоря. Каждая вилла, каждое здание, каждый ресторан. Прям сказка. Хочется смотреть, хочется трогать материалы. Видно, что в это вложились. Кстати, есть и такие виллы, видите, достаточно приватные. Вот 308-я вилла, допустим. Но вход здесь такой, обрывистый. Вот мы сейчас проходим виллы, где вот так вот пальма оголена. Но так она красиво растет. Вот еще пальма. Те, кому важен хороший вход, возможно, как вариант, как решение, будет похилиться на водную виллу. Сейчас посмотрим Sunset Overwater виллу. Первая категория лагун Overwater вилла. Это вот эта сторона. А сейчас свободно Sunset. Но они абсолютно такие же, просто здесь вид именно на закат. 182 квадратных метра. Здесь можно разместить либо трое взрослых, либо двое взрослых, двое детей. Либо, если у вас какой-то индивидуальный запрос, то тоже можно согласовать. Большая терраса. Очень красивая вилла. Одна из самых красивых, которые я видел. Она и внешне просто потрясающе выглядит в виде манты спроектирована. Просто, смотрите, отличнейший спуск в воду. Прям пологая лестница, очень удобная. Там дальше уже можно прыгать. Бассейн в теньке, что тоже приятно. Столик у вас в теньке. Ванная комната. Потрясающая ванная. И мне нравится здесь больше всего. Очень красиво. По острову, как видите, он очень зеленый. Высокие пальмы. Здесь огородик, где выращивают будущие ингредиенты для вашего салата, для каких-то блюд. Все, естественно, натуральное. Вот это здание я еще по приезду заприметил. Шикарно. Шикарно сделано просто. Это бутик. Сейчас мы туда зайдем. Очень жарко. Вспомнился мой подкол. Постоянно я говорю про то, что летом не сезон на Мальдивах. Сегодня, по-моему, уже 30 какой-то день, как я на Мальдивах. Ну, если все дни посчитать, у меня был перерыв на три недели. Ну, в июне я почти месяц провел. И три дня только дождь был. Сувенирчики сразу. Магниты. Кстати, интересно, сколько такая манта стоит. Она вообще 10 долларов стоит. А здесь 6. Мм, интересно. 6,77. В общем, всякие сувенирчики. Магнитики. О, вот, кстати, пивные кружки. 34 доллара. Тут и памперсы есть. На втором этаже шляпы, рубашки, шорты, плавки, купальники. Все из одежды. Давно замечаю, что в отелях даже достаточно дорогих, таких вот престижных, типа St. Regis, в бутиках, в магазинах цены приемлемые. И вот даже магнитик этот, который я сейчас посмотрел, он стоит дешевле здесь, чем где-нибудь там в Дьюти Фри на Мали. Спа-комнаты и сам вот спа-ресепшн этот выполнен в форме лобстера. Здесь многие здания, они именно в форме морских обитателей выполнены. Как я уже говорил, водные виллы в виде мант, здание спа в форме лобстеров. Здравствуйте. Просто можно молчать и посмотреть на это. Но это очень красиво. Это реально очень красиво. В сочетании с бирюзовой водой еще солнышко сейчас зашло. Вот так было бы еще красивее. В этой зоне есть хамам, есть парная, и есть такая зона отдыха с бассейном. Бассейн с морской водой, с джакузи. Этим вы можете пользоваться бесплатно, для всех, комплиментарно. Если нужны какие-то спа-ритуалы, ну, это, естественно, за дополнительную плату. Восхитительно. Про что я говорил. Обратите внимание, какой красивый домик. Прям формы, очень красивый материал. Так все четко это вписывается в природу острова. Я так понимаю, здесь какая-то библиотека. Вот эти какие-то ракушки. Здесь детский клуб. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, и на улице продолжение детского клуба, детская площадка, полностью в теньке. Тренажерный зал. Первый раз такой тренажерный зал вижу. Ты как бы среди книг, среди деревьев. Такое ощущение, что ты просто дома. Ну, это очень домашняя атмосфера. Вы наверняка ее специально воссоздали. Класс. Тут уже, казалось бы, да? Стол для настольного тенниса. Под нему такое пространство оборудовали, но все очень массивно из дерева, дорогого дерева. И стоит один стол, и вы играете в настольный теннис. Это про Сент-Реджес. Вот в этом одна из фишек. Просто само вот это помещение, оно слишком грандиозное, как бы, да? Чтобы играть в настольный теннис. Но с другой стороны, если вы люминари, клиент Сент-Реджеса, то так и должно быть. Ага. Тут настольные игры, монополия. Смотрите, какая деревянная. Кайфовая. Бильярд, аэрохоккей, настольный футбол. Шахматы. Здесь игровая приставка, подростковый клуб. Игровой подростковый зал здесь. Теннис. Конечно же, тоже присутствует покрытие здесь. Ну, тут резинка, но она такая очень плотная. Зона ресторана Карго. Это ресторан в джунглях. Вечером здесь шикарнейшая подсветка. Тут ближневосточная кухня. Фишка этого ресторана в том, что вот этот контейнер, Карго, как известно, переводится как контейнер, вот этот контейнер достали с Титаника. Джон Джейкоб Астер погиб в 1912 году на Титанике. И в дань памяти в каждом отеле сети Сент-Трежес есть какая-то частичка с Титаника. И здесь именно в ресторане Карго это контейнер. Контейнер, из которого сделали корпус для кухни. Типаньяки ресторан. Новый, буквально недавно его открыли. Находится прямо на берегу. Небольшое пространство, очень уютное, как всегда. Все тактильно, хочется потрогать в классных дорогих деталях. Отделка бомбическая. И вот такой вид. Сейчас посмотрим, наверное, лучшую виллу на острове. Ну, в принципе, да, она лучшая, она самая дорогая. Вилла названа в честь основателя Джона Джейкоба Эстера. Более 900 квадратных метров. Вот такой лимузин прилагается к этой вилле. Есть белый, есть черный. Они сейчас готовятся к заезду. Заезд будет 26 июля, сегодня 25. Перед заездом даже полностью разбирают люстру, чтобы все помыть. Хотя, казалось бы, да, где вы там увидите пылинку снизу? При входе вот эта зона, здесь есть несколько комнат, душ, ванна. Это для няни, для охранника, для еще кого-то. В общем, тут три комнаты, и там дальше санузел с душем. Какая антикварная вещь. Тут даже такой элемент пляжа сделали. Песочек насыпали, террасу. Костяная зона. Что это такое? Эту виллу можно очень долго снимать. Если вас это заинтересует, я отправлю по запросу вам полное видео, потому что оно очень длинное. Включать его в общий обзор, я думаю, смысла не имеет. Все фото, видеоматериалы я вам вышлю в личку, если вы захотите ее забронировать. Ну, тут, конечно, пространство поражает. Это гардероб, зеркало, чтобы навести марафет. Тут, естественно, будет комната, чтобы вам прям на вилле сделали массаж. Ванная комната с шикарнейшим видом. Я кайфую вот от этой подсветки, от этого мрамора. И вот эта подсветка просто смотрится бомбически. И сама комната. Это одна из комнат. Ох, ребята. Вот это красота. Честно говоря, как будто бы в антикварном музее. Смотрите, что тут. Казалось бы, я посмотрел внизу, уже подумал, нет, уже не удивлюсь. Но вот эта комната просто бомбически сделана. Огромная ванна. Здесь еще один спа-кабинет, прям в комнате. Вот это космическое здание, это whale-бар. Оно сделано в форме кита. Я уже ранее говорил, что тут практически все здания сделаны в форме каких-то морских обитателей. Я его назвал космическое, потому что оно мне напоминает какой-то космический корабль. Некоторые думают, что Сент-Реджес это такой пенсионерский резорт. В том плане, что тут все очень тинно, спокойно. Но нет, я вам скажу, вот диджей постоянно то здесь, то вот на этом баре. Диджей тут играет такую музыку, ну, грубо говоря, можно потанцевать. Сент-Реджес это такой пенсионерский резорт. Сейчас здесь была церемония сабража. Это когда бутылку открывают с саблей, ну, либо большим ножом. Каждый день в 18.30 проводится эта церемония с тиджеем, с музыкой, торжественно. Ну и дальше люди тусят. Кто хочет, тот танцует. Кто говорит, что Сент-Реджес это пенсионерские отели, это не так. Это не так. Друзья, вы знали, что первый коктейль «Кровавая Мэри» придумали в 30-х годах? Придумал бармен в отеле Сент-Реджес в Нью-Йорке. И с тех пор в каждом отеле сети свой уникальный рецепт и своя уникальная подача. Придумал бармен в отеле Сент-Реджес в Нью-Йорке. Друзья, все, выселяемся уже скоро с отеля. Поедем в наш следующий резорт. По этому отелю хочу сказать, что тут, конечно, много чем восхищаешься. Особенно если ты в отелях такого уровня отдыхаешь первый раз, то тебе есть чему удивиться. Отель Сент-Реджес это прежде всего про престиж, про высокий уровень сервиса, невероятно вкусное питание, натуральный остров, высоченные пальмы. Невероятно крутой риф, подводный мир, просто сказка. Особенно когда вы увидите это своими глазами. Камера это не передает. На последний айфон снимали, на самсунг снимали, на гупро снимали. Нет, это надо видеть вживую. Это очень круто. Это аватар под водой. В то же время сказать, что отель без нюансов, так тоже сказать нельзя. Ни один отель на Мальдивах не безупречен. Я почитал отзывы, все отрицательные отзывы прочитал. И я вижу, что люди ехали, они не знали куда едут. Да, определенно есть нюансы. Есть нюансы по некоторым виллам. По входу есть нюансы. По еще каким-то мелочам. Об этих нюансах мы всегда предупреждаем туристов. Если вам важен хороший вход и вам важна бич-вилла, то мы, естественно, как бы, мы когда обходим остров, мы помечаем себе, где какие виллы. Потом непосредственно перед вашим заездом связываемся с представителем отеля. Есть контакты и дженерал-менеджера, и директора по маркетингу. И у него уточняем, на какую виллу вас лучше поселить, чтобы вам максимально было комфортно. Либо, как тоже выход, брать просто водную виллу. Друзья, сейчас очень хорошие спецпредложения, очень хорошие апгрейды по питанию действуют на низкий сезон. Опять же, низкий сезон, это вот как сейчас. Вот такая вот погода, когда, ну, один раз дождик прошел на завтрак, где-то минут 40 шел. И, естественно, заранее бронировать всегда выгоднее, потому что у отеля сейчас такая политика, что они изначально дают больше скидку, а потом, когда номерной фонд потихоньку заполняется, то они эту скидку снижают, 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 спецпредложения убирают. И, соответственно, потом цена будет выше. Если вы проживали в этом отеле, мне очень интересно будет узнать ваше мнение. Напишите в комментариях, либо хотите мне в личку, тоже напишите. Все контакты выведу на экран по QR-коду. Можете отсканировать, найти наши контакты. Либо в описании под видео. Если вас нужно проконсультировать, рассчитать и забронировать тур, также воспользуйтесь QR-кодом, добавляйтесь в соцсети, пишите нам в директ, в WhatsApp, в Telegram. И я оперативно вас проконсультирую, рассчитаем, забронируем вам тур. Спасибо за внимание. С вами был Александр, турагентство Mama Travel. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok